здарова youtube с вами проф и сегодня я хотел бы поговорить на такую тему как накрутка на твиче я стримлю уже целый месяц на твич каждый день минимум по два часа максимум по 6 но в среднем часа по три и день за днем я вижу одну и ту же статистику я вижу плюс один фолловер или плюс два то есть объективно чтобы взлететь на твиче простыми стримами не вырваться никак вообще типа надо стримить очень много лет ради какого-то супер минимального результата который конечно же вряд ли будет оправдан затраченным временем и изо дня в день я захожу на twitch я думаю может быть со мной что-то не так может быть я не интересен может быть я что-то делаю не так и вижу одно вижу я вот это я вижу 90 процентов стримеров это смысливые девочки но мы их не рассматриваем мы рассматриваем пацанов которые стримят на twitch потому что я все-таки не девочка мы открываем просто любые каналы которые находятся плюс-минус верху списка любые мужские каналы у которых плюс-минус 100 онлайн а то есть это уже такие утвердившиеся так сказать стримеры на твиче да мы открываем просто 4 можем пятерых открыть можем открыть шестерых мы видим что учела плюс-минус как у меня фолловеров 9 800 мы берем его нет у него 100 онлайн а примерно мы берем его ник заходим на проверочку так сказать статистике и видим у всех ну вы сейчас сами все увидите у подавляющего большинства вот такая картина вот это график роста фолловеров на канале у нормальных стримеров которые не пользуются накруткой этот график выглядит вот так он растет очень плавно очень медленно и годами можно сказать растет супер медленно вот это мой график теперь мы смотрим графики стримеров у которых по 100 онлайна которые типа закрепились на твиче мы видим что чел про стримил февраль-март и понял что канал не растет что он сделал он просто взял и накрутил себе десять тысяч фолловеров а потом еще косарь он накрутил себе онлайн мы видим авг 6 зрителей 7 зрителей потом бац 251 такой онлайн не бустится не рейдами не хостами не чем-то подобным но если тебя не зарядил к этом медиагигант что общем я конечно сомневаюсь что его кто-то родил у него стабильная сотка на стримах спустя два месяца как он стримит у меня например стабильные 5 спустя два месяца как я стабильно стримлю но возможно вы подумаете да ну прав несешь какую-то херню ну как могут все накручивать надо проверить 2 мы переходим на канал 2 и смотрим у него даже есть рекламные интеграции эти хеллс торы там всякие под тому подобное 24000 фолловера давайте посмотрим честно ли этот стример и среди вот среди большинства стримов у большинства будет одна и та же картина где онлайн на стриме ну и соответственно график фолловеров выглядит именно вот так тут чел подольше не сдавался он стримил целый год потом бац крутанулся 16 тысяч фолловеров а потом бац в один день еще 13 тысяч сверху ну я думаю что онлайн соответственно тоже у него в 56 было как у меня потом бац 102 2 чем 2 из 2 накручивает ладно окей может быть это я параноик давайте продолжим открываем 3 типа сотка онлайна у него целых 60 тысяч фолловеров смотрим вы уже наверно поняли к чему я клоню я клоню что твич это платформа накручивающих щелов и на ней никак невозможно взлететь если ты не накручиваешь слушайте на этом мы на олдфага попали кстати или нет а нет февраль 20 ну вот чел начинает буквально с онлайна 230 возможно ли какой-то ютубер я не буду сейчас долго много времени тратить мне проще для статистики перейти на следующего допустим этот чел честный хотя опять же у него за самого первого дня стримов 240 онлайна я думаю что это накрутка зрителей процентов 99 если не больше идем к следующему челу смотрим очередной чел у которого 100 онлайна на стриме 192 онлайна но фолловеров 100 то есть у него онлайн на стриме больше чем подписчиков это чисто физически нереально 3 чем накручивает возможно я параноик идем дальше мы открываем 5 чела и смотрим это тоже челс онлайном 200 начал стримить в апреле этого года буквально четыре месяца там пять месяцев стримит avg 27 но почему-то в данный момент на стриме у него 270 как так невозможно угадайте почему угадать почему в да потому что этот чел тоже сука накручивает мы посмотрели 5 человек из которых 5 человек накручивают и онлайн и фолловеров ладно возможно нам так повезло давайте посмотрим 6 мы открываем 6 чела у которого 270 онлайна и смотрим его статистику стримил полгода набрал 1000 фолловеров а вг зрителей у него было очень странное кстати как будто его кто-то рейдил или хвостил ну или просто опять же накрутка за три месяца у чела вырастает avg просто в пять раз с 30 до 150 это невозможно чисто физически и дальше стабильно у него 100 150 вага просто учелов это уже шестой канал который накручивает понимаете чем я говорю twitch превратился в платформу на которой таким как я обычным стримером которые не накручивают невозможно выбиться и половина из них рову в том что половина из них партнеры куда смотрит twitch куда смотрит root twitch объясните мне пожалуйста я я обычный человек который хочет развиться честно я не могу конкурировать с этими людьми потому что чтобы найти мой стрим в списке нужно листать смотрите вот вверх джетчатинга да листаем 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 все вот эти челы которых мы смотрели вот они все они сверху мы листаем 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 чтобы найти меня честного человека листаем 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 мы листаем 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 и где-то здесь где-то может быть вот здесь или даже еще ниже где-то вот здесь я нахожусь где-то вот среди вот этих ребят я нахожусь сколько мы пролистали страниц посмотрите мы пролистали вот столько почему twitch превратился в платформу в которой чтобы вырваться выбиться вверх тебе надо накручивать почему если ты не накручиваешь что ты не конкурентно способен почему никто не реагирует на накрутку почему никто не откатывает почему никто не банит почему невозможно сделать здоровую конкуренцию на этой платформе почему я стримлю два месяца у меня vg5 почему мы стримник невозможно найти в поиске да просто все потому что челы накручивают я я не знаю это был просто крик души возможно это видео кто-то заметит хотя объективно я думаю что в твиче в конторе все и так знают про эту ситуацию возможно кому-то эта информация была полезной на этом у меня все пишите в комменты свое мнение и ставьте лайк с вами был прав пока пока пока